Вот мы уже два часа как едем по Польше, хочу первыми впечатлениями поделиться. Ну, во-первых, когда мы переехали границу, первое, что нам бросилось в глаза, пейзаж в принципе похож на белорусский. Но сразу стало обращать на себя внимание то, что все такое очень какое-то декоративное. То есть если поля, то они все-таки аккуратненько, форма их такая аккуратненькая, геометричная. Обочины дорог, все сострижены, там трава, кусты. Если это какие-то типа лесополос между полями, под ними тоже там травка пострижена, а деревья как-то аккуратно обрезаны, подлеска нету. Домики, в принципе, ну там не сказать, что сильно богатые, но все очень ухоженные. И сама архитектура домов частных, она какая-то более благообразная и более гармоничная. То есть если у нас там строят кто во что гаразд, да, то есть прям, ну, полный такой разброд. Особенно если это не коттеджный поселок какой-то, то это, конечно, обязательно какое-то здание очень корявое, да, с гармоничными формами. То тут все как-то более так вот прилизаненько, все более игрушечно, как Руслан сказал. Вот посетили супермаркет польский. Но так как мы особо, кроме как по фруктовым овощам не ходили, цены могу сказать только про фрукты и овощи. Очень много местного, в основном местные, конечно, овощи, потому что тут их выращивают большими объемами на местные овощи. Цены дешевле где-то, чем в России. Ну, и так его все, такого много чего у нас нет. Например, там петрушка с корневищем продается, вот. Пока я это не пробовала, но уже заинтересовалась как сыроедка. Вот. Ну, вот меня удивило, что не было местных арбузов и дынь, что арбузы дыни были испанские. Естественно, они дороже, чем наши русские арбузы дыни сейчас, на которые у нас сезон. Удивило, что булка такая, типа, широкого батончика, вроде света, обычно без изысков, там без всяких этих, без всяких семечек, почему-то где-то 50 рублей стоило вот это вот удивило. Ну, как бы батон такой, да, широкий, белый хлебушек. Вот, что еще мы там взяли банку меда? Ну, мед, не знаю, порядка 200 рублей банка такая. У нас, по-моему, мед дороже стоит, но не знаю, какой он по качеству. Вот. Ну, меня порадовал выбор во фруктово-овощном отделе. Конечно же, выбор больше. И, в общем-то, хочу сказать, что, 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 недорогая жизнь пока, та, которую мы увидели. Пока.